МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. В Заминогорске накануне горел ликероводочный завод. Это памятник градостроительства и культуры, построенный еще в 900 году. Четыре года назад собственник завода Алтайспиртпрома банкротился, и предприятие было на грани исчезновения. В 2010 году сотрудники НПЦ «Наследие» оценили состояние здания как неудовлетворительное. А в последнее время, как рассказывают местные жители, на территории завода не было даже охраны. А на крышах заводских зданий подростки организовали курительные комнаты. Официальную причину пожара специалисты МЧС пока не назвали. На месте работало 19 человек личного состава и 4 единицы техники. Жители Барнаула недовольны работой общественного транспорта. В частности, пассажиров не устраивает, как ходит 24-й автобус. Говорят, порой приходится ждать на остановке по 40 минут. Особенно в учебном году очень сложно к первой паре добираться, а так сейчас вполне комфортно. Автоперевозчик, обслуживающий этот маршрут, подтвердил, что в летний период выпускают на линию значительно меньше машин, чем осенью и зимой. По словам генерального директора компании, интервал между машинами всего 8 минут, а все автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС, что позволяет водителям контролировать время. Почему же пассажиры недовольны работой 24-го маршрута? И зачем в дело вмешалась прокуратура? Это попытались выяснить наши корреспонденты. Подробнее расскажем в вечернем выпуске. Почему алтайские аграрии ожидают некачественное урожие зерна? Отчего в Барнауле появилась молочная река с едва живыми рыбами? И какой из городов края получат дополнительные деньги на ремонт дорог? Ответы на эти вопросы в обзоре новостей от Сибирской медиагруппы. Алтайские аграрии опасаются, что качество зерновых культур в этом году снизится в разы. Причин тому несколько, пишут корреспонденты полиции Брус, ссылаясь на мнение сельхозпроизводителей. Во-первых, нищета аграриев. За прошедшие два года крестьяне в финансовом плане очень ослабли и в этот сезон вошли неподготовленными. Семена не брали, удобрения использовали мало. Вторая причина – погода. Затяжная весна и переувлажненная почва сократили период вегетации растений. В итоге в яровой пшенице клейковина будет хуже, заключили эксперты. Река Пивоварка в краевой столице изменила свой цвет на молочный, информирует комсомольская правда Барнаул. Зрелище прямо ужасающее – Белая река и всплывающие едва живые рыбы. Версий, от чего побелела река, несколько. Дезинфекции, некие сбросы и даже пена от пива и клей. Журналисты отмечают, что такие метаморфозы происходят с пивоваркой регулярно. Ситуация повторяется примерно раз в два месяца. Добавим, ранее специалисты находили в Белой реке некие примеси. Рубцовску выделили дополнительные 25 миллионов рублей на ремонт дорог. Средства краевого бюджета направят на капитальный ремонт полотна двух улиц Полевой и Рихарда Зорги, сообщает Рубцовск.Инфо. В ближайшее время данные участки выставят на торги. Отметим, это уже вторая субсидия, которую в этом году дополнительно выделяет краю Рубцовску на ремонт дорог. Елена Макаренко, Наши новости. В районах новостроек Барнаула в следующем году построят сразу пять детских садов. Об этом заявил глава города Сергей Дугин. По его словам, уже и сейчас в быстрозаселяемых современных кварталах катастрофически не хватает мест в дошкольных учреждениях. Есть желание у некоторых родителей выйти раньше на работу, поэтому мы готовы уже из полутора, из года уже. Но для этого нам нужны дополнительные детские сады. Поэтому в этом году мы приступаем к строительству пяти детских садов. Пяти. Это крупные детские сады. Пять детских садов. Ну а где-то там примерно 50 на 50, ну там где, чуть больше, чуть меньше. То есть 50 это дети будут, которые старше трех лет, а 50 процентов это до трех лет. Новые детские сады вместят как минимум 250 детей, как максимум 350. Один из пяти проектов дошкольных учреждений уже прошел экспертизу. С учетом проведения тендеров строительство, скорее всего, начнется в следующем году, предположил Сергей Дугин. Таким образом, власти города планируют закрыть проблемы дошкольной сферы, так как школьных мест в новых районах краевой столицы уже достаточно. В этом году школу сдадут в квартале 2008, в следующем в соседнем микрорайоне Янтарный. Там уже укладывают фундамент здания. И еще через год школу построят в квартале 2023 на пересечении улиц Власихинская и Шумакова. А в Бийске появится первый световой фонтан. Его планируют построить на Петровском бульваре на месте прежнего, построенного в 80-х годах прошлого века. Сейчас представители Красноярской компании, которая займется строительством, обсуждают в Наукограде детали проекта. Уже известно, что чаша фонтана будет уложена искусственным камнем, а в ночное время украшать сооружение будет подсветка. Фонтан построят в рамках комплексного обновления Петровского бульвара по программе формирования комфортной городской среды. Всего на обустройство выделено 41 миллион рублей. Семь из них планируют потратить на фонтан. Выдающихся специалистов своего дела наградят сегодня в Барнауле. В этом году конкурс проходил по шести номинациям. Лучший кондитер, штукатур, тракторист, водитель троллейбуса и формовщик колбасных изделий. В конкурсе приняло участие 70 работников. Призерами стали 18 из них. Сегодня они получат дипломы губернатора края и денежные призы. И в завершении выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Фиталакс – послабляющее средство на основе фруктов. Жевательные таблетки «Фиталакс» не требуют запивания. «Фиталакс» от «Эвалар» – выбор миллионов покупателей. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае ясно, без осадков и по-настоящему жарко. Температура в Заринске – 26 градусов, в Белокурихе и Камне-Наби – до 28. В Рубцовске воздух прогреется до 31. В Барнауле переменная облачность, ветер западный, умеренный, днем до 27 тепла. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. Это все новости к этому часу. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин